Здравствуйте, уважаемые студенты! Разрешите вам представить материалы к массовым открытым курсам по образовательной программе производства строительных материалов, изделий и конструкций. По дисциплине модификатора и отхода промышленности вы производите бетонных и керамических материалов. По теме история применения добавок, классификация добавок. На прошлой лекции мы ознакомились с вами подробнее с историей применения добавок, с историей возникновения добавок, с видами добавок и классификацией добавок и модификаторов, с тем, что же такое суперплассификаторы, какие виды бывают суперплассификаторов и с классификацией модификаторов. На сегодняшней лекции мы ознакомимся с вами с комплексными добавками и их видами. Комплексные добавки условно можно разделить на 5 групп. Первая – смеси поверхностно-активных веществ и электролитов, смеси электронитов, полкоплексные добавки на основе суперплассификаторов и сложные многокомпонентные комплексные добавки. Первая группа и в комплексных добавках первой группы наиболее часто применяют сочетание пласифицирующих компонентов в типе эспиридирующего действия и гидрофабизирующих и воздовольтегающих или гидрофабизирующих и газообразующих компонентов. Первые компоненты хорошо классифицируют жирные бетонные смеси с высоким расходом цемента, а вторые наоборот – толщие бетонной смеси. Вместе с тем комплексные добавки в первой группы несказанно замедляют гидротацию цемента, что необходимо учитывать при изготовлении конструкций. Бетон с такими добавками следует выдерживать не менее 2-х часов до тепловой обработки. Скорость подъема и температуры не должна превышать 15-20 градусов цельсия в час, а общая продолжительность тепловлажностной обработки должна составлять не менее 13-ти часов для бетонов на аппаратных цементах и не менее 14-ти часов для бетонов на фуцелуановых и шваковых цементах. Комплексные добавки второй группы, включающие ПАФ и электролиты, расширяют возможность модификации бетона и бетонной смеси, введением электролитов регулируется темп твердений и улучшают структурно-механические свойства бетона, например, повышается его плотность. А ПАФ позволяют регулировать подвижность бетонной смеси, ее воздухосодержание и придают бетонам некоторые специальные свойства. Вместе с тем, проектируя комплексные добавки второй группы, необходимо учитывать, что некоторые компоненты могут обладать несовместимостью. Например, некоторые ПАФ образуют с кальциевыми алюминиевыми солями трудно-растворимые соединения. Электролиты в рейде случаев снижают эффективность воздухоувлекающих добавок. И иногда, чтобы уменьшить отрицательное влияние несовместимости отдельных компонентов комплексной добавки, применяют их раздельное введение в бетонную смесь, что усложняет технологию и приводит к дополнительным затратам. В комплексных добавках третья группа сочетания электролитов с разным механизмом воздействия на бетонную смесь и бетон позволяет устранить недостатки некоторых однокомпонентных добавок и добиться полифункционального эффекта. Например, сочетание ускорителей отвертений и ингибиторов уменьшает опасность коррозии и арматуры в железобетонных конструкциях, а сочетание поташа и алюмината натрия регулирует сроки схватывания бетонной смеси. Наиболее ширококомплексные добавки третьей группы используют при зимнем бетонировании. Особое развитие комплексные добавки получили с созданием внедрения в промышленность суперплассификаторов. Многие суперплассификаторы относятся к четвертой группе комплексных добавок. По существу представляют собой комплексные добавки на основе высокоэффективных поверхностно-активных веществ. Например, суперплассификатор цитрила с основным действующим компонентом продуктом конденсации нафталина сульфокислоты и формальдегиды содержат небольшие добавки лигносульфанатов и сульфата натрия. Суперплассификатором добавляют хлорид, нитрат, глюконат, кальция, теосульфат и бикарбонат натрия. К комплексным добавкам пятой группы можно отнести сложные многокомпонентные комплексы, предназначенные для специальных целей. Например, к ним относится добавка, включающая ПАК, СТБ и ЭЗР и предназначенная для получения безусадочных и расширяющихся бетонов и другие. К этой группе комплексных добавок можно отнести и битумные эмульсии и суспензии. Эти добавки обладают гидрофобно-плассифицирующим эффектом и применяются для повышения непроницаемости бетона. В соответствии в состав бетонной эмульсии входит бетон, СТБ, служащий эмульгатором 5 в 5%, и вода 45% суспензии содержит 45% бетонного, 2% СТБ и 53% калийного суспензии. Бетонные дисперсии вводят бетонную эмульсию в количестве в 57% от массы цемента. При использовании бетонных эмульсий необходимо учитывать, что выделяющиеся при гидролизе цемента соли приводят в свою очередь к превращению прямой эмульсии в обратную. В результате вместо положительного может наблюдаться отрицательное влияние подобных эмульсий на бетонную смесь и бетон. СТБ является эмульгатором, не вызывающим обращение фаз и может успешно использоваться в этом качестве. Полипропиленовые волокна как добавка для бетона и строительных растворов. Многочастинные разработки в данной области не давали нужного результата и только после появления на рынке строительных добавок и бетона строительных растворок мановолокна фибрин произошел переворот в строительстве. Тесты и другие независимые исследования подтверждают, что фибрин является наиболее эффектным полипропиленовым мановолокном из всех типов волокон, применяемых в строительстве. Преимущество бетона в использовании волокон фибрин Уменьшается образование трещин при пластической усадке и повышается качество поверхности бетона. Сокращается время первичного и окончательного затвердевания бетона. Повышается устойчивость к сымязанию и оттаянению, сопротивлению ударов, устойчивость к остиранию, к огню и проникновению воды и химических веществ. Повышается усилительность бетона к воздействию антиобледняющихся солей. Уменьшается выделение воды, повышающиеся прочностные характеристики бетона. Таким образом, мы подошли к концу нашей лекции. Мы ознакомились сегодня с видами комплексных добавок. На прошлых лекциях мы ознакомились с историей возникновения добавок, со способом применения различных добавок, а также с видами добавок и модификаторов и пассификаторов. Подробнее ознакомились здесь с контрольными вопросами, представленными на данном слайде и с использованным списком литературы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...